Подзаголовок. Четыре фотографии. Евреи в сельскохозяйственных колониях Крыма и Украины. Евреи с детьми у входа в суку. Евреи возвращаются из синагоги. Выстоять, не раствориться. На лицах мудрость терпения, настороженность, тревога. Тревога, потому что снимают вроде бы свои, в кавычках, евреи из-за рубежа. Но рядом с ними стоят сопровождающие, в кавычках, и уполномоченные, в кавычках, недобрые предвестники нового египетского рабства. Кавычки. Ты будешь сыт, только засни, забудь про душу. Кавычки. Детей забирают в советские школы. Там их учат молиться трактору. Еврейство на перепутье. А где-то совсем рядом, разминувшись с уполномоченным на день, на километр, спешат к колонистам посланники Рэбе. Они говорят, «Только не засни!» Еврейская школа в Киеве, построенная до революции с охразоводчиком Бродским. Но уже настало «после», в кавычках. Поэтому на стене прибит вдохновенный Ленин, который ничего не строил, но зато хорошо умел отнимать. Ударники учебы, в кавычках, сняты на фоне бесконечных, да здравствует. Надписи на идиш. Школа до сих пор считается еврейской. Движутся еврейские тела, строят, совершают подвиги, кричат, что положено. А душа спит, и некому напомнить, нечему. На снимке погром, учиненный коммунистами в одной из синагог Витебска.